МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Курган.ру в студии Елена Швецова. О главных событиях за Уралией узнаете в ближайшие полчаса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опасная находка в центре Кургана. Предмет, внешне похожий на снаряд от гранатомета, обнаружили в земле дорожники в ходе ремонта улицы Куйбышева. Мужчины сразу же сообщили об этом в экстренную службу. Через несколько минут территория улицы Куйбышева была оцеплена. На место выехали сотрудники МЧС, полиции, ОМОН и взрывотехники. Мы устанавливали дорожную бордюр. КСМ-кой чуть-чуть ковырнули. Там оказалось неопределенный этот предмет. Но мы в сторонку отложили, вызвали. То есть возводили 112. Там уже все приехали, осмотр сделали. Обнаруженный предмет был изъят и отправлен на экспертизу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На выходных в Кургане произошло еще одно ЧП. У дома номер 68 по улице Красина обвалился каменный карниз. Камни полетели прямо на головы клиентов магазина, расположенного на первом этаже. Буквально за несколько секунд зашли покупатели, мужчина с женщиной. И сразу произошло обрушение за ними. Осыпание было до этого, да. В течение трех лет. Три года назад у нас по весне обрушился один из карнизов. Это на третьем этаже. И постепенно осыпалось все это. По истечении осадки пройдут. И потом началось осыпание. К счастью, обошлось без жертв. Ущерб понесли только владельцы торговой точки, деятельность которой пришлось приостановить. Размер ущерба сейчас высчитывают специалисты. Поскольку данное имущество является собственностью долевой всех жильцов данного дома, и поскольку жильцами заключен договор с управляющей компанией на обслуживание этого дома, то, соответственно, ответственность за происшествие несет управляющая компания. В управляющей компании «Волна» пообещали в кратчайшие сроки демонтировать либо отремонтировать остатки осыпающегося карниза. Зауральцы стали меньше лихачить на дорогах. Что останавливает гонщиков, узнаете далее. За год количество ДТП из-за превышения скорости сократилось в трое и составило 1200 аварий. Число погибших в этих происшествиях снизилось на четверть. Частично этому способствуют комплексы фото- и видеофиксации. В рамках госпрограммы по повышению безопасности инспекторы регулярно проводят профилактические акции. Нетрезвый водитель, безопасная скорость, мотоцикл, детский автобус. Уменьшилось и число ДТП с участием детей и пострадавших в них. Нами совместно с управлением госавтоинспекции определены те задачи, на решение которых необходимо срочно обратить внимание. В первую очередь это снижение числа ДТП по вине нетрезвых водителей и пешеходов. Положительных результатов удалось добиться за счет слаженных действий всех ведомств. Согласитесь, что мы с вами уже приучились. И свет включают ближние, когда ездим. Ремни пристегивать. Стараемся не пересекать сплошную линию, не уезжать. На полосу встречного движения. Я думаю, что планомерные действия ГИБДД дают результаты. На втором месте это финансовое вложение в состояние дорожно-транспортной сети. Грамотная организация дорожного движения. Однако более 700 автомобилистов в прошлом году задержали за рулем в нетрезвом состоянии. С июля 2015 года за повторное управление транспортом на пьяную голову гонщики могут попасть в колонию на два года. Елена Швецова, Глеб Печорских, информационное агентство Курган.ру На предприятии вагонное ремонтное депо Курган прошла встреча руководства с Советом ветеранов. Подробнее смотрите в нашем сюжете. На предприятии вагонное ремонтное депо Курган уделяется огромное внимание не только работе с молодежью, развитию спорта и укреплению корпоративного духа, но и плотному взаимодействию с ветеранами железной дороги. Так, на базе музея депо еженедельно проводятся встречи Совета ветеранов. За чашкой чая обсуждаются наболевшие вопросы, планы, ближайшие мероприятия. Одни дают советы на основе своего многолетнего опыта, другие внимательно слушают и затем применяют в своей работе. Конечно, про них никто не забыл, и они сами большей части не дают о себе забыть. Это совет ветеранов наших. Вообще пенсионеров у нас процентов 30-40 от количества работающих. Структура у них такая достаточно налаженная, и они принимают достаточно такую социально активную позицию в работе нашего предприятия и в целом компании РЖД. Музей, который постоянно получает высокую оценку, существует благодаря ветеранам-железнодорожникам. Они на общественных началах постоянно пополняют выставочные экспозиции, проводят экскурсии для школьников и студентов. Даже есть такое правило, когда человек приходит устраиваться на работу в вагонное ремонтное депо «Курган», после отдела кадров он идет в музей. Мы постоянно ведем работу как бы с молодежью. Когда к нам человек поступает на работу, его с отдела кадров присылают сюда, в наш. И вот мы, видите, тут у нас показываем, какой железная дорога была раньше, как она начала строиться. Дмитрий Владимирович, это единственный начальник у нас, который на нас обращает внимание. До этого я пережила, здесь отработала, 8 начальников. Единственный начальник относится к нам серьезно. Все, о чем мы бы его не попросили, он всегда нам помогает. Постоянно мы здесь проводим совещания, определяем задачи и цели для будущей работы, встречаемся с молодежью, бываем в цехах, помогаем практически. Поначалу помогали практически и теоретически. Где-то какие-то производственные дела не ладились, мы всегда были в помощниках у наших работников. После того, как сотрудник выходит на пенсию, он не прекращает работу и общение с депо. Ветераны, настолько инициативные, энергичные, привыкшие работать в таком достаточно нагруженном режиме, они по выходу на пенсию не мыслят себя без предприятия. Ветераны являются некоторым контролирующим органом. Для проведения дополнительных работ, конкретно общественные инспектора, направленные на контроль качества ремонта, созданы определенные бригады, они проверяют, выявляют замечания, предоставляют их на стол руководителя. И мы их на таких, как сегодня, мероприятиях обсуждаем. Благодаря такому отношению к работе с ветеранами и пенсионерами, на предприятии вагонное ремонтное депо «Курган» имеет место быть преемственность поколений. Целыми династиями курганские семьи трудятся на железной дороге. Такой настрой планируется сохранять и впредь. Марина Богатырева, Ульяна Фомин, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру». Более 55 миллионов рублей смогут пустить в дело зауральские предприятия и работники научной сферы. Подробности далее. В Курганской области только два года реализуется государственная программа развития науки и технологий. А за Уралью уже есть чем похвастаться. С наименьшими рисками будут производить новое улучшенное оборудование предприятия, входящее в кластер арматуростроения региона. На создание центров инжиниринга и испытание сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры Минэкономразвития России выделила 44,5 миллиона рублей. Пять проектов фундаментальных исследований зауральских ученых и студентов выиграли 2,5 миллиона рублей на реализацию идей. По 400 тысяч из федерального бюджета и по 70 из областного получит на руки каждый победитель конкурса «Умник». Всего 10 человек. Четыре инновационные компании области смогут улучшить свою работу по программе «Старт». Им пообещали 5 миллионов рублей. Один из зауральцев даже презентовал свой проект в инновационном центре «Сколково» в Москве. Гайдышев Альберт, аспирант РНЦ ВТО, оформляет контракт на получение финансирования в размере 1 миллиона рублей. Хочу отметить, что проект данной компании стал победителем всероссийского стартап-туры в текущем году в городе Екатеринбурге и участником полуфинала конкурса «Стартап-вилдж» 2015 фонда «Сколково». В правительстве региона отметили, зауралью необходимо вести усиленную работу по реализации программы, чтобы совершить коренной перелом в развитии науки и технологий в регионе. Елена Швецова, Глеб Печорских, Александр Бутаков, информационное агентство «Курган.ру». Американский футбол – игра опасная, но азартная. Первый в истории Курганской области матч состоялся в прошедшее воскресенье, 12 июля. Впервые молодая команда «Шершни» встретилась на поле с чемпионами Урала. Наши спортсмены бояться не привыкли, поэтому соперниками для первой в истории Курганской области игры выбирают никого иного, как уральских молний. Клуб с 7-летней историей и длинным списком побед. Чем сложнее соперник, тем быстрее опыт нарабатывается, так скажем. Нам нужно расти дальше. Почему бы нет, почему не взять себе в соперники сразу чемпиона. Дружественный матч собрал огромное количество зрителей и болельщиков. Впечатления, разумеется, положительные. Самые болеем, как и все, кто пришел сегодня на стадион за Курганских «Шершней». Первый матч против чемпионов Урала против уральских молний, он самый важный, самый ответственный. Поэтому я надеюсь, что поддержку ребята чувствуют, разумеется. Потому что, ну, вы сами видите, сколько людей пришло на стадион на первый матч. И поэтому дальше больше, я думаю, что будет только нарастать ажиотаж, нарастать популярность данного вида спорта. Честно говоря, мало знаком с этим видом спорта. Но на данный момент вижу, что ребята постарались, и подготовка была проведена немалая. Я думаю, что те люди, которые заинтересованы в развитии спорта, они обратят на это внимание. А еще впечатление, да хоть сам бы сейчас побежал, как говорится, играть. Происходящее на поле вызывало ажиотаж не только на трибунах. Игроки, оставшиеся на скамейке запасных, также горячо болели за свою команду. Из их числа и Антон Белоусов. Из-за полученной травмы игрок Шершни не может вместе с товарищами отстаивать честь своего клуба, поэтому временно занимает должность тренера. Впечатление очень положительное. Честно, ребята удивили своим настроем. Мы готовили в течение этого года к этой игре. И специально подобрали такого соперника, опытного и достаточно высокого уровня, чтобы проверить свои способности. Сама игра достаточно непредсказуема. И я думаю, для «Авральских молний» было сюрпризом увидеть такой уровень нашей команды. Игра, державшая зрителям напряжение в течение двух часов, закончилась со счетом 24-0 в пользу уральских молний. Гости из Екатеринбурга сумели четыре раза пробить защиту Шершни и занести мяч в зачетную зону. И хотя итог схватки с уральскими чемпионами в этом году, вышедшими в четвертьфинал чемпионата России, был заранее предсказуем, курганские Шершни дали достойный отпор более опытному сопернику. Вы знаете, честно, ребята очень удивили, потому что мы достаточно легко отнеслись к сегодняшней поездке. Плюс мы думали, что игроков в Кургане не так много и готовились играть 9 на 9, облегченную версию, так скажем. Но нас удивили. Ну, можно сказать, приятно, что 11 на 11 в результате приходится практически без замены играть. Это очень тяжело. В следующем году Шершни вновь встретятся с друзьями из Екатеринбурга. Александр Мироненко, Евгения Волкова, Илья Уронцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Один из самых экологичных и модных видов спорта – велосипедный. Пока только единицы зауральцев открыли для себя велопрогулки. Однако вскоре планируется привлечь к этому занятию как можно больше жителей нашего региона. Около трех месяцев назад через Курган прошел всероссийский велопробег, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. И 110-летию отраслевого профсоюза железнодорожников. Это и подтолкнуло филиал РЖД создать велоклуб в детском лагере имени Павлика Морозова. Событие для любителей покататься на железных конях совпало с открытием смены «Руссинеокая». Каждый новичок, а их почти 300 человек, смогут с ветерком кататься на 10 велосипедах по ровной дороге вокруг лагеря. У ребят, которым посчастливилось первыми испытать велопарк, большие планы на спортивный отдых. Люблю кататься. Очень хороший клуб появился. Возможность, у кого нет велосипедов, покататься, научиться. Супер! Велоклуб – это круто. Теперь у каждого есть возможность в лагере покататься, у кого дома нет. Рад, что появился велоклуб, что теперь все будут кататься на велосипедах. Буду помогать младшим, обучать кататься. У меня есть дома свой велосипед. Я очень люблю на нем кататься. Я очень рад, что можно попросить уважатых, можно покататься. Я вообще рад такому событию. Инициаторы создания велоклуба – сотрудники южноуральского филиала РЖД. Лагерь имени Павлика Морозова подшефный для российских железных дорог. И у них большие планы на развитие велодвижения в Зауралии. Крутить педали будут не только отдыхающие в лагере имени Павлика Морозова. В скором времени и горожане смогут выбраться из офисов и подтянуть свое тело на велопрогулки. Следующая смена и третья смена мы будем пополнять велосипедами. Так что думаю, что секция велосипедная будет увеличиваться. Определено время и на следующий год. И в этом году ремонт капитальный. Это стадионный локомотив нашего железнодорожного, на котором обязательно сделаем вот такие велодорожки, велопрокат, велосипеды. Для железнодорожников это, конечно, будет бесплатно. Для горожан постараемся на символическую плату. Будем привлекать вот таким вот образом. Елена Швецова, Глеб Печорский, Хледяйка Городцева, информационное агентство Курганру. Возможности интерактивного телевидения позволяют не только отдыхать перед телевизором, но и учиться, развиваться и получать полезную информацию. Подробности смотрите в нашем сюжете. Настоящая библиотека у вас дома – это далеко не бесконечные ряды книжных полок. Это интерактивное ТВ, высокотехнологичное соединение телевидения и интернета. Более 200 каналов на любой вкус, а также уникальные функции паузы, перемотки и записи делают его поистине привлекательным. Интерактивное ТВ удовлетворит все ваши потребности. От новостей до новинок кино, от науки до спорта, от детских мультфильмов до серьезных познавательных каналов. Компания Ростелеком подключает интерактивное ТВ по инновационной технологии джипон или оптика в квартиру, обеспечивающей высокие скорости передачи данных и надежность соединения. Вся работа по установке интерактивного телевидения выполняется нашими специалистами очень грамотно, аккуратно, четко. После установки оборудования проводим настройку, показываем, как работает. В будущем, если возникают какие-либо вопросы, оставляем контактные телефоны, по которым можно будет связаться, непосредственно решить какой-либо тот или иной вопрос. Откуда взялся человек? Почему светит солнце? Как создавалась наша планета? Различные гипотезы высказывают специалисты на телеканале «Довинчи Лёнинг». Прямо из Берлина транслируются научно-популярные программы как для детей, так и для взрослых. О мировом океане, об истории отношений человека и моря рассказывает первый русскоязычный телеканал «Оушен ТВ». Огромное разнообразие документальных фильмов о науке, природе, культуре и истории на телеканале «Нейшенал Джеографик». Среди документальных фильмов на телеканале «Дискавери Ченнел» познавательный проект во Вселенную со Стивеном Хокингом. История физика, который в 30 лет оказался практически полностью парализованным из-за прогрессирующей болезни, делится мыслями о самых интригующих загадках Вселенной, таких как инопланетная жизнь или путешествие во времени. Телеканал «История» представляет самый широкий взгляд на прошлое. От древнейших цивилизаций и великих открытий прошлого до величайших загадок и тайн настоящего. Всё то, что делает познание мира интересным и увлекательным. «Дискавери Сайенс» – всё о технике, исследованиях, выдвинутых гипотезах, изобретениях. Из программы «Космические столкновения» на «Дискавери Сайенс» можно узнать, как появилась Луна и другие загадки Вселенной. Здесь каждый найдёт каналы для себя – и взрослые, и дети, и любители техники, и любители истории. Например, практиковать английский можно на телеканале «Энглиш Клаб». Все программы ведут носители языка. С интерактивным ТВ вам открываются безграничные возможности. Это все новости на сегодня. Эфир продолжит программа «Твой стиль». Я же с вами прощаюсь и только хороших вам новостей. «Твой стиль» Что определяет стильного человека? Его внешний вид, автомобиль, гаджеты, ну и, конечно, интерьер. Вот о последнем мы и поговорим прямо сейчас. Недавно в Кургане открылся магазин «Столплит». В чем его особенности и преимущества, мы выясним прямо сейчас. В чем удобство вашего магазина? Можно подобрать модель, посмотреть, как она пишется в интерьер, подобрать цвет, размер мобиль. Каким образом можно сделать заказ? Когда покупатель уже придет с моделью, он приезжает к нам в магазин и наш специалист помогает сделать ему заказ. Доставка осуществляется в течение одной-двух недель. Когда осуществляется доставка мебели, покупатель может забрать мебель самостоятельно, либо мы доставим до подъезда. Анатолий, расскажите про новую акцию. Суть акции в том, что покупатель может за 30 тысяч рублей привезти для своей квартиры двуспальную кровать, мебельную стенку, кухню и прихожую. «Столплит» – это федеральная сеть. Качество, доступность и практичность мебели уже оценили покупатели по всей России. Выбор настолько огромен, что создать стильный интерьер на любой вкус не составит труда. А низкие цены делают ее еще более привлекательной. Итак, если у вас есть современный гаджет и доступ в интернет, заходите на сайт магазина «Столплит» и ни в чем себе не отказывайте. Господи, дайте мне нормальный телефон! Лето – активная пора для свадеб. Что является неотъемлемой частью торжественной церемонии и что так самозабвенно желают заполучить все незамужние подружки? Конечно же, это букет невесты. Вот об этом мы и поговорим в сегодняшнем выпуске. А говорить мы будем с директором салона цветов «Амбур.ру» Юлией Матвиенко. Юлия, какие стили свадебной флористики сейчас в тренде? Сейчас очень часто пользуются спросом асимметричные букеты, растрепанные. Все больше набирают популярность букеты в эко-стиле, в стиле «рустик». Какие цветочные решения наиболее популярны в этом сезоне? Невесты очень часто просят букеты в голубых оттенках, зеленых, белых. Сейчас очень популярны использования пионов. Наши, к сожалению, отсвели, но мы стараемся, заказываем из других стран пионы. Очень часто сейчас используем гвоздику в любых цветах – розовая, зеленая, белая, розовая, даже желтая. Очень много используем гортензию, статицу. Пользуются спросом букеты в шоколадных, в коричневых оттенках. Юлия, флористы, помогают ли они? Предлагают готовые решения, либо подстраиваются индивидуально? Нет. Свадебный букет, он всегда подбирается под стиль невесты. То есть это мы смотрим фотографию ее платья, либо есть какая-то стилистика у свадьбы. То есть сейчас очень модно свадьбы делать тематические, то есть, соответственно, букет будет под стиль свадьбы. А если я решил внезапно сделать девушке приятно, поможет ли мне флорист передать все свои чувства в букете? Конечно. Мы делаем различные букеты. По вашему желанию мы можем сделать букет в виде сердца. Мы можем добавить туда конфет, игрушек. Мы даже можем добавить туда кольцо, если вы решили его подарить. То есть букеты мы делаем совершенно на разные сложности. Можем сделать игрушку из цветов, можем вам сделать букет, выложить из роз, к примеру, ваше пожелание, что вы хотите, допустим, сказать «люблю». Мы можем розами выложить вам это слово в букете. Букет мы выбрали, а как его заказать? Букет вы можете заказать у нас в группе ВК, называется amur.ru, администратору. Также можно позвонить на наш телефон. Можно прийти в магазин и заказать у флориста букет. Юлия, вот уже несколько минут вы делаете этот потрясающий букет. Расскажите о нем. Здесь в букете я использую как основу ручка из ленты. Использую здесь эскелетированные листья, это настоящие листья, российские розы, кустовые розочки, пионы. Здесь даже у меня есть белая гвоздика. Вот она. И использую хлопок. Amur.ru принимает заказы на свадебные букеты и композиции для украшения вашего торжества. Amur.ru отличается неординарным подходом и смелыми идеями. Специалисты работают в современных стилях и различных технологиях с реальным соотношением цена-качество. Уважаемые подружки-невесты, если вы поймаете такой букет на свадьбе, вы обязательно удачно выйдете замуж. Меня зовут Антон Олейников, это программа «Твой стиль». Побольше прекрасного в вашей будни. Очень важно продумать, каким будет ваше свадебное торжество. Как гостей встретить, рассадить, накормить и развлечь, чтобы было потом о чем вспомнить. И лучшего места, чем гостиничные ресторанные комплексы «Семья» в Кургане вряд ли найдешь. Насколько масштабные торжества вы проводите? В наших трех ресторанах мы предлагаем различные залы разной вместительностью. То есть самый большой зал у нас на Имске, он еще до 300 человек. Вместе с родными жениха и невесты специалисты ресторана «Семья» продумывают оформление зала, подбирают профессионального ведущего и, конечно же, составляют свадебное меню. У нас индивидуальный подход. Какие-то пожелания по меню, если возникают, то есть мы всегда идем на уступки, разрабатываем блюда под эту пару. При желании здесь можно провести и выездную регистрацию. Для молодоженов, решивших отметить торжество в одном из ресторанов «Семья», безусловно, приятным подарком будут ключи от свадебных апартаментов. Номер выбирает пара по своему усмотрению, то есть какой номер им понравится и в любой из наших гостиниц. Домашняя атмосфера – главная изюминка гостиничных комплексов «Семья». Это наша отличительная особенность, то есть мы все делаем для того, чтобы было комфортно и как дома. То есть гостиницы у нас, когда заходят, они не чувствуют себя как гостиница. Двери гостиничных и ресторанных комплексов «Семья» всегда гостеприимно распахнуты. Предстать перед членами новой семьи в выгодном свете – об этом мечтает каждая девушка, вступающая в брак. Именно поэтому выбор свадебного платья так сложен и так приятен одновременно. Наша невеста на примерку отправилась в свадебный салон «Виктория». А Ваша, скажи, какие модели свадебных платьев тебе особенно нравятся? Мне очень нравится кружево, что касается ткани платья. Я бы хотела не стандартное классическое пышное платье, а более приталенное какое-то. Специалисты салона предложили Васе на выбор сразу несколько облегающих фасонов. В этом платье – изюминка кружевная спинка и короткий шлейф. А этому скромному элегантному платью ярким дополнением служит красная лента-кушак. Еще один вариант – плотное кружево на подкладе. Заложенные сзади складки создают дополнительный объем и выгодно подчеркивают талию. Ну и примерить настоящую классику – ослепительно белое платье с корсетом и клинолином – Ваша все-таки решилась. Верхняя юбка, кстати, может быть выполнена из тончайшего фатина, либо из плотной ткани. По канонической традиции лифт украшается жемчугом, стразами и вышивкой. А вот на этом платье пикантным дополнением служит бант Наталии. Для Васе в салоне мы также подобрали фату, перчатки и колье. В Виктории можно выбрать платье и для юных принцесс, не только для свадебного торжества, но и для выпускного. ПОДПИШИСЬ! С 15 по 26 июля с 10 до 7 часов в ДК «Железнодорожников» состоится продажа башкирского меда свежего урожая «Пасеки Кучаевых». При покупке 2 килограммов меда – третий в подарок. Пчелопродукты, растительное масло, дегустация, скидки. Сберегательные программы в кредитном потребительском кооперативе «Капитал-С». Сохраняем и приумножаем ваши деньги с процентной ставкой до 25% в годовых. Гарантия сохранности сбережений, деятельность кооператива контролируется государством. Улица Пролетарская, 57. «Капитал-С» с нами надежно. Челябинский государственный университет, Институт экономики и отраслей бизнеса и администрирования объявляет набор по специальностям «Таможенное дело и экономическая безопасность» с направлением «Экономика и менеджмент». Улица Химмаршевская, 3. Телефон 8908-006-3311. До 20 августа в рамках фестиваля «Первозданная Россия» лучшие фотографии домашних питомцев на уникальной выставке «Любимцы» в областном культурно-выставочном центре улица Гоголя, 30. Получите незабываемые впечатления и положительные эмоции. Сохрани лучшие моменты жизни не только в памяти. Фотокниги и сувенирная продукция – лучший подарок себе и близким. Типография «Курьер». «Курьер Сатилайт» – спутниковое телевидение. «Курьер Сатилайт» – Кулина Готина, 124А, офис 304. Телефон 467-222. Если мы возьмем 4, а потом еще 4, и еще разок 4, и добавим вновь 4, то получится квадрат. А в квадрате все подряд. Объявления, поздравления, о любви стихотворения. В телесень такой квадрат. Закажи и будешь рад. За 400 рублей хорошо для всех людей. Заказы принимаются на точках приема рекламы. Надежные окна. Будьте спокойны. Надежные окна. 55-58-30. Грандиозная распродажа в посудоцентре скидки до 50%. Это же невыносимо! Посудоцентр. Невероятно выгодно. Распродажа оправ 2014 года. Скидки до 50%. Поступление новой коллекции. Надежда Плюс. Гоголя 37. Прозрение Куйбышева 60. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. В магазине «Посудоцентр» широкий ассортимент товаров для дома. Посуда, текстиль, бытовая химия, кухонные принадлежности, предметы интерьера и многое другое. До 26 июля проходит распродажа товара. Скидки до 50%. Ждем вас по адресу. Проспект Машиностроителей 40А. Торговый центр дома. Второй этаж. Салон оптики «Надежда Плюс». Распродажа оправ 2014 года. Скидки до 50%. Поступление новой коллекции. Салон оптики «Надежда Плюс». А теперь о прогнозе синоптиков. В предстоящие сутки над большей частью территории Урала и Западной Сибири ненастный циклон продолжит формировать пасмурную погоду. И лишь на юге регионов с ростом атмосферного давления облака поредеют. Осадки пойдут на убыль и вскоре прекратятся. В Тюмени «Плюс» 20-22. Кратковременный дождь. В Челябинске 22-24. Без существенных осадков. В Екатеринбурге 19-21. Кратковременный дождь. В Кургане переменная облачность без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-14. Днем в Кургане переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24-26. Атмосферное давление повысится. 15 июля солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...